Я сразу почту эти два-три слова на иврите, объясню их, и тогда как-то будет легче, может быть, что-то сказать, чтобы было ясно, и не просто ясно, но как-то красиво и достаточно глубоко, в рамках возможностей наших. На иврите эти слова звучат так, когда Авраам уже положил Ицхака на жертвенник, так по-русски скажем, и занес нож, и в этот момент голос неба ему сказал, остановись и прочее, а потом, когда подводился итог в тот момент, то были эти слова произнесены, о которых вы спрашиваете. На иврите это звучит так, би нишбати, мной клянусь, скажем, такой перевод, но более точно би это внутри меня. Это на иврите бо, это у него, бэха у тебя, би у меня. То есть внутри меня, что-то внутри нишбати, нишбати это клянулся, поклялся даже. Но можно сказать, клянулся, или поклялся, или клянусь. Кстати, может быть и поклялся, надо сказать. Тогда совсем непонятно. Что такое мною клянусь, непонятно, вы хороший вопрос задали. Но би нишбати еще больше труднее. Что такое внутри меня? Творец мира не имеет никаких материального рода характеристик, размеры, время и тому подобное. Нет ничего. Что такое слова би? Еще мной можно что-то сказать, но внутри меня нет уже у него ни внутри, ни снаружи. Он это весь мир, во всех смыслах этого слова. Поэтому немножко попробуем это объяснить, чтобы было понятно. Сначала разберем слово клятва. Что такое поклялся? В отличие от просто сказал. В основе Тори говорится, я сказал, Всевышний сказал, передал Маше, скажи еврейскому народу, скажи так-то. Я сказал, я скажу и так далее. Вообще клятва, у нас целый трактат Алмуды на эту тему имеется, называется Недари. В других местах Тори будет обсуждаться. То есть вся ускультура полна этим словом. Слово клятва означает закрепить. Есть отличие палатки. Все знают палатку, да? Даже с колышками прикрепленные к земле. И дом. Дом стоит на фундаменте. Что такое фундамент? Это глубоко в земле. Фундамент, потом земля, потом строится дом. И его уже не собьешь так просто. Он на фундаменте. Клятва – это слова, в которых подразумевается фундамент. Это неизменимо. Это уже навсегда. В любом смысле слова, всегда мы не будем это обсуждать. Это называется клятва. Тогда тоже трудно. Чем отличается у Всевышнего? Он сказал и клятва. Он же не нуждается в том, чтобы что-то доказывать. Не может быть представления о том, что что-то временно. Все у него всегда. Все постоянно. Почему он должен сказать «поклялся»? Идем дальше. Те, кто смотрит наши ответы, или читает написанные ответы, или читает материалы на сайте, они знают, что Всевышний сотворил мир с определенной задачей. Или даже несколькими задачами. Которые он поставил перед собой, если так можно выразиться, и больше мы не знаем, и не понимаем, зачем это было нужно, не нужно. Потому что о нем ничего нельзя сказать. Он был всегда, и кроме него вообще ничего нет. Поэтому все это трудно понять. Но кое-что можно. И в наших книгах это есть. Он хотел сделать так, чтобы было что-то, что имеет автономию, как бы отделено от него автономию. Так что есть он и весь мир, но есть что-то, что им сотворено. И это что-то стремится к нему. И хочет снова вернуться. Оно отделено и хочет снова вернуться. Но это не будет так просто. Чтобы это было осмысленно, и чтобы вся эта работа и желание вернуться была бы наполнена каким-то содержанием, Творец мира создал, сотворив мир, определенные явления, которые называются, скажем по-русски, сверх-катастрофой. Это было разрушено и разломано. Почти весь мир был разрушен и разломан. И одновременно с этим сразу были заложены возможности и исправить его. И тогда человеку, сначала Адаму, а потом перед Авраамом, значит, перед всем нашим народом, народом Израиля, была поставлена задача, это исправить. Значит, нужно исправить эту катастрофу космического значения. И в рамках исправления, и обязательно в рамках исправления, не в отрыве, а в рамках исправления, стремиться к Всевышнему. И тогда исправление и приближение очень сильно будет вместе. После того, как это будет исправлено, будет еще и продолжаться что-то, о чем уже у нас, скажем так, не может быть большого понятия. Но зато это будет исправлено, и мы будем близки. И это в себе уже содержит любой вид награды, любой вид чего-то хорошего, кто-то может только представить, и на самом деле, кто-то даже не может представить. Вот примерный рассказ о задачах и обо всем. Теперь, поскольку мы видим, что, я вам рассказал сейчас, да, и в наших книгах это рассказано, поскольку мы видим, что есть план, есть задача, есть план, как это делается, есть свобода выбора, есть, творец сотворил негативные элементы в мире, с тем, чтобы мы их могли преодолеть и так далее. Понятие плана содержит нечто, что мы каждый по-своему понимаем, что это план, что в нем что-то содержится, в этом плане. Как слова «би нишбаты». Во мне я поплялся, во мне, это в моем плане я поплялся. Потому что выше нету нутра или снаружи нет ничего, внутри нет ничего. Нет вообще ничего, что мы называем на языке людей подобными явлениями, как справа, слева, сверху, снизу, внутри, снаружи. Этого нет. Но есть этот план. От плана и дальше идет и реализация. Потом реализация реализуется. Тогда это то, что нужно. Так план, о нем уже можно немножко говорить. Другое дело, что мы его плохо знаем, но он открыт в Торе, он открыт в Писной Торе, он открыт в Устной Торе. Мы много знаем. Не все. И даже нельзя назвать, что это вообще часть. Видите, вот телефон такой мешает всегда. Поэтому я выключу, что я забыл сделать перед началом записи. Прошу прощения, но это часть жизни. Мы все, это все делается в реальной жизни. Вы смогли убедиться сейчас. В этот же момент звонок. Не был звонок с неба, я позволю себе пошутить. Потом про планы говори, может быть с неба. Нет. Но это был звонок, который может только нам помешать. Поэтому телефон теперь уже выключен. Так и возвращаюсь. Есть план. Про план уже можно как-то говорить. И когда слова «биниш бати» во мне, я клянусь, значит в этом плане зафиксировано. И поэтому я объясню, что такое клятва. Не просто сказано, а зафиксировано как неразрывная часть и неизменяемая часть. И что же теперь там сказано? Я это напоследок оставил. Можно прочитать. Тут указаны эти строчки, где это надо читать. Что в этом плане, теперь мы понимаем, что такое во мне, я клянусь. В этом плане зафиксировано, что навсегда Творец мира будет в союзе с нами, с народом Израиля. Всегда будет давать то, что нужно. А это сюда включаются не только конфетки, не только красоты, трудные вещи. Наказания могут прийти. Может награда прийти. Может быть неизвестно даже что прийти. Мы даже представиться не можем. Но всегда это будет. Он всегда с нами в этом плане. Вот почему? По очень простой причине. Когда произошло то, что произошло у Авраама Ицхака, вот это вот жертвоприношение, это Авраам показал абсолютную, и Ицхак тоже, между прочим, они оба, абсолютную преданность Всевышнему, которая не имеет никаких границ. И тогда это означает, что не награда за преданность, а награда за то, что вы Авраам, Ицхак, и значит потом Яков, и весь наш народ, вы участники моих планов и задач. Мы вместе. Не потому, что может быть вместе человек, и Всевышний, это не может быть, потому, что вместе можно делать эту работу. Называется она на иврите текуна лам, исправлением мира. Это задумал Всевышний, это хотел Всевышний. И пришел народ, сначала отцы наши, Авраам и Ицхак, которые согласились и поклялись, что мы будем всегда это делать. И тогда это означает наше клятво и его клятво. Что такое его клятво? Это внутри его плана уже записано и вмонтировано, навеки вставлен вот этот вот план, вот эта задача, быть вместе, и его поддержка, нас, чтобы мы могли выполнить нашу работу. С нашей стороны мы должны стараться. Если мы не будем стараться, у нас будет нас, как это сказать, подгонять немножко. Потому, что сроки тоже поставлены. Шесть тысяч лет. Мы это знаем. Ну, вот, пожалуй, тут я уже все сказал. Все остальное, это, пожалуйста, читайте у нас, смотрите. Много материалов, много важных, материалов есть. И, пожалуйста, оставайтесь с нами. Всего доброго. До свидания.